Внешняя привлекательность Сегодня в программе ищем идеальную пару на ощупь, глазами и по голосу На какие детали мы обращаем внимание, когда знакомимся с людьми? Какую информацию о человеке получает наш мозг в обход сознания? Человек целеустремленный, у него есть какие-то планы на будущее Выявляем законы привлекательности вместе с экспертами Вадим Лобанов, пластический хирург Знает, что исправить и где подтянуть, чтобы клиент полюбил свое отражение в зеркале Екатерина Бредова, фотомодель плюс сайз С собственными формами доказала, что красота – это не про цифры Тадеуш Мельчарик, семейный консультант Преподавал философию любви в университете Расскажет, что делать, чтобы стать привлекательной Понятие привлекательности сильно зависит от отправной точки на глобусе Вот, например, в азиатских странах считают красивой белую кожу А вот в Нигерии игнорируют общемировую тягу к худобе И считают, что красивого человека должно быть много А вот как считают наши эксперты? Какие критерии убеждают нас, что человек хорош с собой? Красота, прежде всего, это внутренние качества И к внешности вообще не имеет отношения Это особое состояние души, конечно Вадим, а вы как считаете? Я считаю, что есть определенные критерии красоты Но они немножко различаются от времени действия и от культуры Вот во времена реморта были в моде такие пышнотелые красавицы Что касается формы носа, то в середине 20 века Такие были популярны вздернутые такие носики Как у американских аккредитрис И когда я сейчас пытаюсь делать такие Ну, многие говорят, что мне не нужно вздернутый нос Ну, согласуем с клиентами Я думаю, что красота женщины должна светиться изнутри И если она себя внутри любит и принимает себя такой, какая она есть Она будет прекрасна в любом состоянии, в любом весе Ну, а мы готовы показать наш первый эксперимент Узнает ли он ее из тысячи Особенно, если глаза будут закрыты Давайте посмотрим Говорят, встречают по одежке Но физиологи утверждают, что все куда сложнее И первое впечатление о представителе противоположного пола Мы получаем по запаху Мы предложили нашим испытуемым выбрать себе пару Ориентируясь только на обоняние и осязание По некоторым данным, мужчина и женщина способны по запаху узнать даже гормональный фон И уровень иммунитета друг друга Эта информация считывается и обрабатывается на подсознательном уровне И, к примеру, если иммунитет мужчины достаточно крепкий Он понравится женщине, как потенциальный отец здоровых детей Даже если родственники ахнут И что ты в нем нашла? Впрочем, у наших девушек свои критерии У всех молодых людей начиналось опыт именно с рук Потому что, действительно, это самые такие, наверное, яркие черты у человека Можно понять по ним Я выбирала по рукам в основном и по росту Я хотела, чтобы человек был чуть выше меня Я начинала трогать с плеч Потому что, наверное, считаю, что мужчина должен мужественные, как бы, широкие плечи Мне понравилось, что молодой человек в костюме Мне нужны такие детали, как ногти, волосы, нос и уши Мне нравится крупный нос, допустим, у парней Пришло время мужчинам определиться со своим выбором Фига у тебя предплечья Что-то новенькое Мужчины принялись ощупывать ноги и обувь девушек Ага, в кроссовках Что скажут парни в защиту своего странного подхода? Обувь должны быть в кроссовках хорошие Скорее всего, либо платье и длинные волосы в раритете были Кто-то смеялся, кто-то хихикал А четвертая прямо Она как-то была спокойная Волосы у нее были самые длинные Поэтому я сделал свой акцент именно на ней Приятной девушке показалось Ну, просто по своим ощущениям Многие девочки нервничали Их пульс скакал, чувствовалось Пара девочек, руки были теплые Мне это понравилось Я вот долго колебался Выбрать первую или четвертую В конечном итоге выбрал первую Обращаю внимание наших зрителей и экспертов На то, что в результате первого раунда нашего эксперимента Ни одной пары не получилось, не образовалось Дарья, Владимир, что пошло не так? Мы, наверное, больше стеснялись кого-то обидеть Чем не столько, сколько сосредоточиться на выборе Действительно, сумбур в голове И в итоге ты просто выбираешь человека в пиджаке А вы когда подходили, решали, что будете щупать? Наверное, с рук Ну, потому что по рукам, мне кажется, многое можно определить Ну, про теплоту рук у нас Владимир говорил Что это за тяга к теплым рукам, скажите? Не знаю, просто нравятся теплые руки Ну, это какие-то воспоминания? Нет, для меня это энергия Энергия теплоты Даша, а вообще, насколько важна для вас тактильная информация, запахи в общении с людьми? Я думаю, что больше всего тактильная информация Потому что, когда ты ощущаешь и трогаешь человека Ты очень много для себя понимаешь Сразу ощущаешь какой-то импульс, может даже ток по себе Возможно, немножечко даже передается некая энергетика от человека И ты сразу ее ощущаешь и понимаешь, твой человек или не твой Кстати, о запахе Доктор Алан Хирш в своей книге «Запах секса» Описал исследование, в результате которого выяснилось Что женщинам не очень нравится запах вишни А очень нравится запах огурцов На тебя не смотрят девушки Огуречный лосьон тебе поможет А вот с мужчинами все проще Оказывается, им не столько нравится запах духов Сколько запах еды, причем любой Смех смехом, но ведь в конце концов существуют такие вещества, как феромоны Тадеуш, пожалуйста, расскажите, как это работает? Бывают ситуации, когда определенного рода запахи, внешние какие-то свойства Они могут отрицательно повлиять в общении А положительно? Или положительно могут То есть я хочу общаться с этим человеком Хотя я не осознаю, что есть определенная биохимическая какая-то Психофизиологическая составляющая Екатерина, вот вы как владелица модельного агентства Сталкивались с таким явлением, когда человек не очень хорош собой Но все вокруг считают его красавцем Ну или красавицей Была у меня девушка, модель, которая с виду вроде бы обычная Но она так зажигает собой, что хочется просто ее потрогать Даже вот обнять ее где-то Она прям невероятно вот такая харизматичная, улыбчивая Какая-то вот прям То есть дело было в психологии, да? В том, как она подавалась Да, как она себя подает, как вот она к себе относится Как она себя одевает, как она красится Вот, да, есть такое Ну а о том, как красота и уверенность в себе связаны между собой Продолжим обсуждать после рекламы Укротить глюкозу и договориться с инсулином Мы докажем, что диабет не приговор Необходимо за питанием следить Личные истории и победы над заболеванием В телепроекте «Жизнь не сахар» Я поднимаю правую ногу немножко так, чтобы человек не видел Секунд десять у меня все отпускает Бронхит, остеохондроз, туннельный синдром Это статическое напряжение рано или поздно вызовет мышечный спазм Как бороться с заболеваниями, приобретенными на работе? Необходимо делать короткие перерывы и проводить в это время простые упражнения Это профессиональное Новые выпуски каждый четверг в Омском эфире телеканала «Продвижение» Телеканал «Продвижение» в крупнейших сервисах онлайн-ТВ Любимые программы можно смотреть на компьютере, планшете или в телефоне В смарт-телевизоре или ТВ-приставке Телеканал «Продвижение» Позитивно настроен Я, наверное, всегда слушаю свое сердце Вот прям вот сто процентов вот это дзынь Хотите заглянуть на кухню женского бизнеса? Основной наш канал «Продвижение» – это «Сарфанное радио» Пошел, косикол-корот Мечтаете узнать, как в декрете построить свой бренд с нуля? Все, что не придумывается, все связано с детьми Это маркетинг, это реклама, это пиар, это продвижение Мама в деле Новые выпуски Каждую субботу в Омском эфире Телеканала «Продвижение» В эфире передача «Нестандартная и легко о психологии» И перед уходом на рекламу мы говорили о связи внутренних данных с внешним Вадим, вот вы пластический хирург, помогаете людям менять неугодную внешность А ваша жена, насколько мне известно, психолог И помогает людям принимать себя такими, какие они есть Скажите, у вас не возникает конфликтов на этой почве? Нет Я даже работаю с психологом вместе И часто своих пациентов посылаю на консультацию к психологу Если мне кажется, что человеку особо не нужна операция Он оставит на операции, потому что у него есть какие-то внутренние комплексы А с какими запросами к вам приходят клиенты? Что в основном хотят в себе изменить? Я оперирую и лицо, и грудь, и живот По-разному У меня больше приходят пациенты для ринопластики Становятся после операции счастливее клиенты? В каком смысле счастливее? Я предупреждаю, что вообще с изменением внешности у вас не будет больше зарплата У вас не полюет какой-то человек, который у вас на примете Но тем не менее, изменение внешности добавляет уверенности в себе человеке Я немножко скептически относился к тому, чтобы увеличить грудь Мне самому нравится, ну, умеренно, не сильно большая кровь Но когда я стал пластическим хирургом Ко мне часто приходили после увеличения груди И говорили, как мне хорошо Я хожу в открытых платьях Почти с грудь на распашу Все меня принимают, все улыбаются Ну, красивым людям живется легче? Нет Нет? Смотрите, вот если мы возьмем даже там какие-то диснеевские мультики Или даже фильмы В итоге все положительные герои все равно красивые Все отрицательные, как один некрасивый Баба Яга, Кощей Бессмертный И список можно продолжать бесконечно Вот это тогда откуда идет? Я бы не сказал, что некрасивые Понимаете, вот вы говорите мультики А вы посмотрите художественные фильмы Там, где, вот, например, Кощей Бессмертный В исполнении Филипенко Великолепный Кощей Бессмертный Красивую Бабу Ягу я не видела никогда Не зря же А Елена Яковлева Яковлева Баба Яга, пожалуйста, там же в том же фильме Давайте о сказках В сказках везде, в иллюстрациях рисуют Бабу Ёшки страшные А принцессы Василисы прекрасные Все прекрасные Да, они даже словно кем изучаются Так она душой прекрасна, понимаете? Надо уж об этом не победить Катерина, скажите, вам никогда не хотелось себе что-то поменять? Не давила ли на вас общественный стереотип По поводу того, что девушка должна быть 90-60 на 90 стандарт? В целом я с собой довольна Мне нравится то, как я выгляжу То, чем я занимаюсь Это моя сфера, которую вот я помогаю девушкам быть прекрасней Ну вот буквально недавно появилась информация о том, что вы сели на диету и уходите похудеть Это правда? Это правда Что случилось? Почему? Я бы не то, чтобы хотела похудеть до фигуры там 48, там размер 46 Я бы хотела просто немного подправить то, что у меня уже есть Как бы подточить Ну раз уж мы так детально заговорили о внешности Предлагаю посмотреть наш второй эксперимент Где испытуемые выбирали себе пару уже глазами На втором этапе эксперимента мужчинам и женщинам предстоит увидеть друг друга И выбрать того, чья внешность покажется им самой привлекательной Сейчас мы проверим выводы бостонских ученых Которые заявили, что знают, чего хотят мужчины По крайней мере, когда смотрят на женщину Согласно их исследованиям, они обращают внимание на глаза, наличие улыбки И хотят, чтобы на женщине было минимум косметики Первая девочка, она, наверное, более естественная среди всех Номер один Ну на ней меньше всего макияжа, как так сказать Главное, чтобы немного было макияжа и следила за собой своей фигурой Ну я выбрал номер три, потому что на девушке был аккуратно нанесен макияж Симпатично, как и все девушки Но просто она мне больше приглянулась Именно, наверное, скорее всего из-за улыбки Глаза Все Наши молодые люди полностью подтвердили выводы американских ученых А вот девушки, наоборот, опровергли популярный стереотип о том, что женщину нужно рассмешить, чтобы завоевать Наверное, номер шесть будет Просто некоторые стояли там и шутили, он какой-то был более серьезный Остановлюсь выбором на третьем, потому что он был самым спокойным, тихим Почему я выбрала номер два? Ну, мне показалось, что молодой человек был спокоен, в отличие от других, которые прыскали от смеха Этот молодой человек показался мне самым серьезным На такого человека можно положиться Человек телеустремленный, у него есть какие-то планы на будущее Все парни как-то смущались, стояли, и он просто спокойно стоял и был уверен в том, что происходит Даша, опишите, пожалуйста, какой у вас идеал красоты? Идеал красоты в мужчине? Да Внешне, наверное, это довольно-таки серьезное лицо Для меня темноволосые молодой человек, наверное Ну и небольшой нос, овальное лицо и спортивное телосложение Владимир, а у вас идеал красоты какой? Не важно, красивый ты, некрасивый, встроенный, худой Тебя все равно, рано или поздно, кто-нибудь найдет такое же, который ищет Есть такой американский актер Кристиан Бейл И у него манера такая перевоплощаться для фильмов Набирать вес Он может за месяца два набрать 30-40 килограммов, сыграть толстого Может тут же сбросить и сыграть худого Вот это вот, как его жена воспринимает, держится за него, что он может быть и таким, и таким разным В психологии и социологии есть такое понятие, как феномен ровни Это когда человек выбирает себе партнера, равного ему по привлекательности Но откуда же тогда берутся пары, где один партнер красивый, а другой очень некрасивый? В вашем эксперименте, собственно, и ответ на этот вопрос И бостонские ученые, они же тоже недаром проводили исследования То есть они не о внешних качествах говорили, да? Девушки, когда выбирали, им важно было, что человек уверен То есть он это внешне может показать, продемонстрировать Так сказать, в мимике, во всем жестах это проявляется Точно так же, как неуверенность она в жестах проявляется А что еще можно прочитать, кроме уверенности и неуверенности? Ну и такие очевидные вещи, что еще? Можно прочитать определенное внутреннее состояние Можно прочитать, врет вам человек или нет Ну давайте вернемся к эксперименту На молодые люди, как они выбирали девушек, да? Чтобы девушка выглядела естественно, чтобы у нее был естественный макияж Важно, чтобы она опрятно была одета Чтобы улыбалась И чтобы улыбалась, да А вот что касается девушек, то они как бы забыли вообще о внешних критериях И начали говорить о том, что он должен быть целеустремленный, спокойный А значит ли это, что для мужчины не важна красота? Он должен быть чуть симпатичнее обезьяны? Ну, не совсем Меня, например, привлекают симпатичные мужчины Это какие? Ну, мне нравятся высокие, со спортивным телосложением Возможно, не спортивным, но большим Чтобы вот рядом с мужчиной чувствовать себя гораздо меньше Вадим, скажите, пожалуйста, а есть какой-то стандарт внешности, вот, к которому все стремятся И который привлечет абсолютное большинство людей? Более или менее симметричные глаза Веки должны быть наполненными На нижних веках не должно прослеживаться выпячений какие-то Нос должен быть на 2 миллиметра шире, чем расстояние между глазными впадинами Вот Ну, это все немножко относительно Посмотрите на известных актрис, у которых разные лица, разные веки, разные носы Но они симпатичные, тем не менее А между прочим, ученые заметили еще некоторые особенности в духе феномена ровня О котором мы уже сегодня говорили Так, согласно исследованиям, голубоглазые мужчины чаще выбирают себе в пару таких же голубоглазых женщин А вот обладатели карих или зеленых глаз особых предпочтений по этому поводу не имеют Проверим прямо сейчас у нас в студии Екатерина, какого цвета глаза у Вадима? Скажите, пожалуйста Карие Нет предпочтения у вас? Как у тебя девушка? У меня карие глаза Это же карие, так, а Голубые Голубые, а у вашей девушки? Голубые Подтверждается Ну, какого бы цвета не были ваши глаза, их вниманию предлагается рекламная пауза Прервемся Культовые детективы Любимые сериалы Как дела? Мировое кино Ежедневно, круглосуточно, на продвижении И один из самых успешных комиков в мире Ищите продвижение в своем пакете каналов крупнейших операторов спутникового телевидения И больше не переключайтесь Самое пожил яркое для меня впечатление эмоциональное Так называемые драма-баттлы Есть свободное время? Мы покажем самые интересные места города Ты находишься в самой картине один на один Представим вам главные культурные события недели С полным правом заявить Выходные – огонь! Смогут и зрители нашей программы Свободное время Искусству нужно учиться Как любому делу в жизни Откровенные Не хочу, чтобы зрители видели страх от картин Интересные Я мог Всегда из перспективы Неравнодушные Пусть музей будет чудом Пусть посещение музея будет радостью Наши люди Новые выпуски Каждое воскресенье В омском эфире телеканала Продвижение Мы продолжаем нестандартно И легко говорить о психологии Привлекательность сегодня с нами Кстати, вы замечали, что в семейных парах Люди часто похожи внешне Вот, Владимир, скажите У вас мама с папой похожи друг с другом? Нет У меня родители очень сильно похожи друг с другом И когда я нахожусь рядом с мамой Все говорят, боже, ты так похожа на маму А если нахожусь с папой Говорят, ба, ты на маму совсем не похожа Когда они вместе Они оказываются просто друг с другом Очень сильно внешне похожа Тадеуш, а что это за феномен такой? Это скорее феномен социально-психологический Так Просто так кажется со стороны Из силы того, что Очень долгое время Мы этих людей привыкли воспринимать близко То есть в определенной близости Пространственно, временно и так далее И они начинают у нас вот сливаться Ну вот я согласна с Тадеушем Что главное, это все-таки внутреннее содержание Ну вот нет его И никакая внешность уже не поможет Ну тогда третий эксперимент для тебя Мы дали возможность испытуемым пообщаться И сделать свой окончательный выбор Решающий выбор происходит в живом общении На этом сходятся и исследователи И практики романтических отношений Мы дали нашим испытуемым шанс узнать друг друга получше Ну давай сначала познакомимся Привки, бро Переглядка Окей, меня зовут Даша, тебя как зовут? Меня зовут Костя Меня зовут Ната Ната? Салтанат Молодые люди сразу демонстрируют свои фирменные шаблоны для знакомства Например, галантный Владимир под номером 2 засыпал девушек комплиментами У тебя улыбка очень красивая Спасибо У тебя кулон очень красивый Спасибо Потрясающая улыбка Спасибо Помимо стандартного набора Возраст, хобби, любимая музыка Звучали по-настоящему оригинальные вопросы Если бы до конца света тебе осталось бы, получается, выбор одного продукта Что бы ты выбрала? Пирожки с творогом Я пришла сегодня в кроссовках, что ты об этом думаешь? Посмотри Я тоже единственный, кто в кроссовках Хочешь быть директором? Вообще президентом Расскажи какой-нибудь интересный случай из детства И, наконец, финальный вердикт Четыре Мне было приятно, что он сказал, что ему нравятся собаки Второй номер Сначала показалось, что они все похожи Но теперь я вижу, что они все абсолютно разные Мой вердикт – человек под номером 2 С политикой нужно дружить Больше, наверное, первый молодой человек У него есть и хорошее чувство юмора Я думаю, парень под номером 2 Именно он произвел более приятные впечатления Во-первых, мы говорили о фильмах, о будущем Мой выбор – один Многие девушки просто отвечали на вопросы А она, наоборот, как бы задавала мне вопросы Номер четыре Не было такого, как сказать, барьера Девушка весьма общительная, опрятная И от нее безумно вкусно пахнет Четыре Потому что, ну блин, про путешествия она заговорила Видно было сразу, что у нее есть интерес в общении со мной Девушка под номером 3 Она шла на контакты Очень легко, я бы даже сказал Владимир, ну расскажите, пожалуйста, как менялись ваши предпочтения от эксперимента к эксперименту? Все время разных Все три раза разных? Да У меня точно такая ситуация Три эксперимента, три разных предпочтений Но самое главное решила, конечно же, беседа Потому что, когда ты общаешься с человеком Когда ты обмениваешься с ним информацией Узнаешь, чем он вообще живет Как он думает Чего он хочет Как он смотрит на тебя Что он хочет у тебя узнать То есть очень важно, чтобы молодой человек Хотел и интересовался твоей жизнью Кстати, Владимир и Дарья у нас были одними из лидеров по итогам третьего эксперимента Но, тем не менее, друг друга почему-то не выбрали Не выбрали Скажите, пожалуйста, а есть какие-то вот все-таки черты характера Которые, безусловно, притягивают к себе людей? Вот смотрите Даже если мы берем вас, Владимир, и вас, Дарья Значит, вот Ведь что было важно в этом эксперименте? Я хочу обратить внимание Важно было то, на чьей стороне инициатива в общении Для женщины очень важно, чтобы инициатива была на стороне мужчин Вот Что делали вы, Владимир? Вы очень замечательно начали с комплиментов И так далее Девочки сразу расцветали Это важно понимать, потому что это прибавляет женщине уверенности Какие получаются? А что важно для женщины? Чтобы понравиться мужчине Ей важно согласиться с ведущей ролью мужчины То есть, если бы девушки наши просто кивали головой и улыбались Этого было бы достаточно Конечно Но при этом в нашем эксперименте большинство мужчин говорили Выбирали девушек, которые как раз таки активно с ними общались Они говорили, что вот она мной заинтересовалась И поэтому я выбираю ее Хотите, я вам скажу почему так? Ну, наш современный мир какой? Какой? Когда мужчины и женщины меняются ролями? Тадеш, ну вот существует огромное количество стереотипов, связанных как раз с красотой внешней и внутренней, как они совмещаются Как-то красота склазывается на характере На характере Ученый был, ученый такой Александр Лоуэн Он установил зависимость внешности и определенного психотипа И определенного психотипа Это естественно, то есть что у многих моделей То есть с высоким ростом, с длинными ногами, с фигурой 90-60-90 Истеричный характер Но истеричный не в том, что они там в истерику впадают Истеричный это психологический термин, который говорит об определенной неустойчивости А что же тогда первично все-таки характер или внешность? Они становятся истеричными от того, что они красивы? Или наоборот? Внешность формируется за счет условий воспитания в семье Мне кажется, о характере внутренней и внешней, о том, как она совмещается Катерина может сказать, как раз вы о моделях говорили У ваших девушек совсем другие формы Есть ли общее что-то в их характере? Теплота, доброта, искренность Есть даже такой стереотип, что девушка, чем полнее девушка, тем она добрее, милее, спокойнее Полная противоположность к худым, стройным девушкам Тогда же почему все стремятся стать худыми? Даша Ну, все же я думаю, не совсем худыми, сколько спортивными подтянутыми, как явление нашего 21 века для девушки Тут я могу не согласиться, как раз тенденция 2018-2019 года, это именно пышные формы Талия, объемные бедра, грудь, то есть тенденция на фитоняшек ушла уже давно Даша, пойдем конфеты есть Вадим, ну вот вы вживую наблюдаете изменения людей, да, допустим, изменение их фигуры А вот вы не замечали такую связь? Характер меняется после этого? Нет Нет? Такие же остаются Характер – это довольно сложный такой термин, который сложно изменить, изменив, например, уши или нос Может быть, самый главный секрет привлекательности – это любить себя? Смотрите, я бы вот такую формулу вывел бы – радоваться жизни, принимать себя и, в конце концов, просто быть А быть – это значит проявляться и осознавать то, чего вы хотите на самом деле Но сколько бы ученые не ломали голову, но единой формулы привлекательности так и не выявили Но все эксперты сходятся в одном, что в погоне за внешней привлекательностью не стоит забывать о душе Ох уж эти душевные темы! Мы продолжим их обсуждать уже в следующей программе «Нестандартно и легко о психологии» До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова